Валя, 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 валя. Ёшкин кот, ты будешь заканчивать. Штука начинается. Всем привет, меня зовут Николай Алексеев, с вами снова с Настей. Здрасте, в этом выпуске ловим здоровых плещей со льда в палатке с комфортом. Погнали! Напомню, что в прошлом выпуске по приезду на Десногорское водохранилище мы закормили три таза прикормки. Один с червем, один с мотылем и один с опарышем. Сделали это прямо в палатке в три соседние лунки. Ну и так как с дороги очень сильно устали, да и поздно было, даже не разбирая удочки, легли спать. Кстати, специально для наших подписчиков в магазине прикормка.ком до конца января по промокоду МЕГАЛЕЩ25 скидка 25% на всю прикормку с Настей Здрасте. Ссылочку, как обычно, оставлю в описании под видео. Мишаня меня пытается разбудить, говорит, что он включил, короче, камеру подводную. Видит, что там рыба на точке в опарышевой лунке. Так спать хочется. Мы бегли в три часа ночи. Время десять. Логить вообще не хочется. Можно так сказать. Ну, мы сейчас, судя по всему, определили, что это не крупная рыба, длинная, прогонистая. Похожа на окуня или на плотву. Рельеф не выменялся. Опарыши вот четко, ясно лежат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, короче, вот. Ну, так как течение туда, может быть, если камеру засунуть в мотылевую лунку, может быть, там что-нибудь по-другому совершенно все. Слушайте, вы, короче, посмотрели, в каждой из лунок, мне кажется, максимальная концентрация вот этих плоских, некрупных подлещиков в лунке с мотылем. Они прямо там вот, вот так, кругами ходят. Ну, нам надо позавтракать хотя бы для начала. Как только чайку попьем, кофейку попьем, колбасы поедим, будем, в общем-то, вязать Насте и пробовать что-нибудь поймать. Значит, завтрак у нас сегодня состоит из хлеба. И колбасы. Лучше ли завтрак, да? На рыбалке. Это, кстати, первый подарок. Я его даже запомнил, это подарок. Первый, от первого, одного из первых подписчиков нашего YouTube-канала. Ножик. Не помню, откуда, то ли златоуст, то ли что-то подобное. До сих пор с нами, везде. Кто подарил, тот помнит, кто подарил. Пусть посмотрит. Будем им сегодня колбасу шинковать, мешать нам лезть. Смотри, жрет, как видно, прямо со дна. Прямо он выедает. Раз, за ним второй брат. А за ним, смотри, муть какая идет. Он плавниками шевелит. Ой, сейчас чувствую, они приманят. О, смотри, какой плавник попал в кадр. Сейчас они, чувствую, всех пацанов здоровых сюда приманят. Надо будет еще за кормом идти. Еврейские, да, тоненькие колбаски? Что? Лучший завтрак на земле. Следок навалило, да? Короче, я говорю, здесь лучше использовать леску 0,12-0,16. Я взял среднюю 0,14, такая новинка. Интеч. Топовая профессиональная леска, которая намет абсолютно до минус 50. Не знаю, как. Я обычно не беру на непроверенные вещи на рыбалке. Но вот раз, говорят же, крутая, современная. В общем, намотал по 25 метров одну на салмовскую удочку. Это типа зимний фидер с катушкой, с трещоткой, с фрикционом, с едилак. Короче, здесь даже квертип есть. А вторую, ну, как, то, что больше нравится Кате, это глухая обычная балалайка. Но здесь есть такая кнопочка. Если вдруг клюнет здоровая рыба, то можно будет на кнопочку нажать, у тебя стравится. Типа тоже фрикцион. Вот, сейчас вам Катя расскажет, как надо правильно вязать поплавки, какие лучше использовать, чтобы поймать много леща. Рассказывай, что надо делать. Вот леска намотана. Так, всё, значит, одеваем стопор. Давай. Сразу же. Обычные силиконовые? Да, обычные силиконовые. То есть он будет выступать в роли стопора поплавка? Ну, дальше не пойдёт уже поплавок, да. Типа глубина? Да. Одеваем стопор, потом поплавок. Да, и опять стопор. А ты не пробовал, кстати, я смотрел такие поплавки какие-то с этими? Лепестки? Ну, как цветочки. До 6 грамм они идут, для меня они тяжёлые. А, то есть, а это сколько граммов? Один и два должен быть. Это максимально, что я использую. Всё. Можно сделать, как ты предлагал до этого, чтобы он у тебя ходил. Будешь вытаскивать, у тебя поплавок будет там в лунке. Да, да, да. Так хочешь? Ну, не знаю. Либо можно сделать, ты постоянно вот так вот будешь передвигать все 9 метров. Передвинул, всё, он будет всегда там. То есть, у тебя произойдёт подсечка, ты поплавок положил и пошёл вытаскивать. Ну, я думаю, разберёмся. Можно же будет потом стопорницу закинуть. Как давно, Кать, ты вообще занимаешься зимней ловлей леща здесь? Если зимней, вообще лет с 18, а общей рыбалкой получается с 9. Слушай, ну неэтично спрашивай, сколько тебе лет, и, соответственно, и высчитывай, сколько лет ты ловишь. Так, так, так. Мне 19 лет, тогда. Но ловлю я лет 15, да? И что, какие здесь вообще самые крупные лещи попадаются? У меня 2 600 было. А вообще? Говорят, трёшки, четвёрки есть, растут. Да, ребята даже видели в каком-то году, может быть, 5-6 лет назад, восьмёрка в районе Саложа плавала. Один. Так, дальше что мы делаем? Дальше дробину. И по подбору. Я люблю метод Саляпина. Мне очень нравится, я его поняла. Основной груз? Вот основной. Для чего он вешается с подпаском? Чтобы лещ не чувствовал вообще веса поплавка. Любого. Ну и грузы, соответственно. Да. Вот. У нас вот так вот. И подпасок мы вешаем, чтобы его чисто притопить. Он медленно-медленно пошёл ко дну. Медленно. Не быстро перегруз, а медленно. Буквально добавляем 0,2-0,4 подпаска, и всё, он будет медленно тонуть. То есть, соответственно, он будет немножко... Он потихонечку раз туда, и всё, и встанет. А когда он возьмёт, на подъём пойдёт... Именно только подпасок, он сразу раз и всплывёт. И ты его раз задай. Да, труба обжихает. Мишень, ну хоть ты мне фидор-то ломайся. Я взяла 0,5. И сейчас попробуем... Мишень, это ты с нами? Смотри, подпасок опускаем. Оп. А он, повторю, должен тонуть, нет? Чуть-чуть не хватает двушки. То есть раз, поплавок опускается. Да. И там, допустим, дно. Всё, подпасок. Как только подпасок лещ начнёт поднимать, он у тебя вот в таком положении встанет. Ага. Всё. Можно сразу сечь. Либо будет, может быть, лещ клюять вот так вот. В сторону выплывёт. И всё. Может быть, в сторону и вниз. Под лунку туда тоже. Либо, может быть, вот так вот. На одном месте начнёт вот так вот его шевелить. Ни фига себе. А какое расстояние между вот грузиками и от подпаска до самого крючка? Полметра восемь сантиметров. Ну, то есть основной груз потом полметра... Ну, да, допустим, вот основной у тебя вот идёт основной. А вон там подпасок с крючком. А крючок подпасок у крючка прямо находится? Да, пять сантиметров. А, пять сантиметров? Да. Ну, всё, крючки я привяжу, это я умею. Так. А какие размеры чаще всего используешь? Я взял разные. Я использую до номер десять. Ну, это по этой. А вот есть ещё такая японская классификация. Смотри по размеру. Вот мне нравится просто размер, форму вот этого я лаю. Ну, такая, да. Это максимальный размер, который у меня есть. Ну, лучше меньше, да, пока? Ну, дневная рыбалка поменьше, да, а на леща побольше. Ну, сколько? Пятёрку или четвёрку? Четвёрку даже нужно поставить. И будет проще закатывать. А, точно. Тут вспомнил, чё блин, да. Четыре дня снимали и снимали. Ну, ничего не сняли. Ну, и чё, ну вот с мотыля начнём? Мишай, да пофигу. Конечно, одного мотыля как-то. Одного? Платит. Не, давай пять хотя бы. Мы уже с пять начинали, что на одного, что на пять, одно и то же клюёт. Конечно. Давай три хотя бы дали. Ну, на тебя. У меня на одного мотыля крупнее клювали, чем на кучку. Вот сейчас ловили тогда. Мишаня, я опускаю. Чё первый исторический заброс. Пока это всё передвинет. Первый он самый сложный, да? Ну, да. Проще делать именно с боковым стопором вот такие поплавки. На бобину намотал, и у тебя осталось именно 9-10 метров. И всё спокойно потом стравливаешь. Не надо ничего передвигать. Почти близко уже. Не-не, ещё буквально... Не, как будто кого-то задел уже. Два миллиметра. А можно даже так оставить? Всё, и он всё. Вот, всё. Вот сейчас раз на вторнице. Его чуть поправляешь, чтобы... Ой, я уже поймал. Всё, ну, я же не говорю, что... Богор, Мишаня. Я ещё ничего не сделал. Подождите. Ну, слушай, руками всё равно прикольнее давай, чем на удочку. Да, всё чувствуется. Мишаня. Мишаня, рыба. Видал, Катюха, сразу сварганила нам, сразу только забросили. Даже ничего не успели сделать. Не наш размер, поэтому по традиции с Настей, здрасте, первую рыбу отпускаем. Густера причём. Она от шока просто. Ништяк. Уже веселуха пошла. Так мы сейчас так вторую удочку не успеем. Смотри. Так пойдёт? Да. Да-да-да. Вот он должен буквально чуть-чуть и всё. Чтобы видно было. Всё, он на дне находится. Мишаня, смотри. Он опускает. О, очух. Всё, можно... Это клюёт. Нет. Обратно опускай. О, ё-о. Мишаня, пошёл. Богор, блядь. Мишаня, чуть бы крупнее, она пошла. Мишаня, лилячка что-то. Слушай, не, надо приноровиться, конечно. Просто вот так вот сюда. Оператора выгнать, качку выгнать. Мишаня, лезь. Лезь, смотри. Стой. Смотри, какается. Мотылями. Мотылями нашими. Переваренными. Кожурками. Надо, походу, ещё кормить. Ну, мишаня, мишаня, утоп. Подожди, давай красивую поклёвку какую-нибудь поснимаем. Да, я его сейчас подвину сюда вот. Чтоб тебе видно было. Да мне так было видно, что поехало куда-то. О, мишаня, мишаня, смотри, на утоп пошёл. Ну, блин, ну, конечно, когда ты на льду ловишь, по течению распускаешь леску, по ветру, то есть. Не, ну, это, конечно. Удобнее. Особенно, когда ты пловишь, это ещё, ладно, 8 метров. А если тут было бы 15. Хорошо. Густера, бля. Из заброса три рыбы. Ну, смотри, сейчас долго ждали, смотрели на поклёвку, и, соответственно, у рыбы было время проглотить глубоко, и крючка не видно. То есть, в данной ситуации поклёвку прозевали, и, соответственно, доставать крючок нужно уже с помощью экстрактора, чтобы не навредить максимально рыбе. Если ты её есть, не собираешься. Видишь, как вытаскивается. Я, когда первый раз увидел этот экстрактор, я думаю, ёлки-палки, что так можно было? Это вот самый крутой экстрактор, который подался мне за всю мою практику. Из любого рта, из любой глубины достаёт вот так вот. Угу. Ну, и не вредит рыбе. Мишаня тут, кстати, рядом опустил гулпрошку вместе с камерой коллипс. И сейчас попробуем поснимать, показать вам, чего творится на дне. Какой бы основной совет, главный совет дала бы людям, которые хотят половить леща впервые в палатке зимой? Ну, в обязательном порядке садиться подальше от других людей, метров на сто точно. Почему? Боится? Да. Потому что, когда стая, допустим, сто штук, и стоит там пять-шесть палаток, эта стая на всех раздваивается, вне зависимости от прикорма, что... Он начинает ходить по кругу, уходить куда-нибудь вообще подальше. Естественно, выход искать с ямы, с русла, незакорчованность, переходы какие-нибудь. Это вот второе. И для него, чтобы ловить его ночью, кормить его надо в пять-шесть часов вечера. Вот. Или ещё раньше. Раньше съедает вот эта вот мелочь. Он может прийти, ему не достанется и уйти. Всё. А ночью докармливать смысла нет, он не придёт. То есть, ну, в любом случае, как бы, все поимки крупной такой товарной рыбы ночью. Только ночью, да. Начинается это в районе с девяти, с десяти вечера. То есть, в принципе, можно... Наша схема вот этой совы, как бы, днём спишь, ночью работаешь. Да. Да, да, да. Значит, связал вторую удочку. То есть, у меня крючок, подпасок 0,3 грамма, 0,5 основной груз, такой же поплавочек. Стопор я связал из лески. Сейчас покажу, когда опущу на дно. Значит, катушка, типа, фидер зимний от Салма, айсфидер. И катушка Блэксайд Айсзилл. Леска та же 0,14, Интэч Турнамент. Я попробую, что-то увидит. Покажу сейчас, как узел, кстати. Кому интересно, могу потом отдельно показать. Вот, смотрите, мой раз. И всё, и опускаем. Мишень, катушка крутится. Вот, могу тебе вот так, чтобы видно было. Нету вот этих десяти метров лески, болтающейся в палатке. Насколько это удобно, не знаю. Сейчас проверим. Вот, смотри, узел вышел стопорный в интернете. Масса всяких способов. Но он достаточно просто вяжется. Если кому интересно, могу на бис рассказать. Он выступает в роли стопора для, как бы, контр... Ограничивает поплавок наш по глубине. Соответственно, отпускаем. Вроде рыба сейчас активная. Вот, если нам нужно, чтобы поплавок утонул, значит, можно немножко его сместить. Он по леске ходит. Вот, всё. Поплавок стоит. Вроде клев активный. Можно сидеть вот так. О, Мишень, смотри, клюёт. Клюёт, клюёт, Мишень. Мишень. Сразу. То есть, получается, практически, как будто ты с маленькой летней удочкой сидишь в тёплой палатке. Смотришь на поплавок. Я всегда любил, конечно, поплавок. С детства. Особенно, когда зрение сделал, ещё любить стал больше. Когда видеть его стал на большой дистанции. Чё-то не клюёт сразу. О, смотри, как настоящий. Тут ещё и фрикционный можно настроить. О, нифига себе. Богор, Мишеня, давай, богор. Богор висит сверху, если чё. Не, ну, это покрупнее чё-то. О, платва. Вот видите, какая платвень потрёпанная. Ну, тут вообще в округе у нас стоит огромное количество жерлиц. Возможно, её кто-то потрепал какая-нибудь. Щучка или судак. Вон, эти следы. Ну, платвичка прикольная. Для зимы так вообще нормально. Сейчас на сковородочку вы её, да, Калини? Да, нафиг. Всё, давай, catch your scare. Там вот это, catch your lips. То есть, тема рабочая. Смотрите, то есть, у меня нет лески вокруг какой-то блуждающейся. Вот этой вот, там, 8-10 метров. Вся леска смотана. Плюс у меня есть удочка, которая амортизирует рывки. Плюс у меня есть катушка. Ну, и на всякий случай, если вдруг какой-то поросёнок совсем крупный клюнет, то можно как бы и руками самортизировать будет. Вот. Миша, ну, топ, топ, топ. Опа. Нифига себе. Попёрла, а. Попёрла. Опа. Ну, конечно, размер нет, непрофильный, но мы же ждём ночь. Да, у нас не было один день, и вот так замело генератор. Бедный наш генератор, который даёт нам возможность заряжать батарейки. Ну, сейчас мы его сдуем. Отогреем, и он будет как новый. Вечером прикормкой докармливать не стали, закинули пару конусов чистого мотыля и легли спать часов до 10. Ну, давай. Есть? Нет. Не понимаю, какой объём рыбы. Не крупный что-то. И тут что-то клюёт тоже. Может, спала. Можно пока до конца, а ты уже всё вытащил? Пробуют в руках, как навьётся. Вот, смотри, фрикционная работа. Мишаня, подожди. Там нормально уже. Мишаня, лещ, походу, пришёл. Тут на две камеры пытаюсь, пока Мишаня батарейки заряжает. Вот, смотри, с фрикционной. Видел? Рывок пошёл. Да-да-да. И сразу фрик заработал. Это под кило уже. Да нет. Под кило. Да нет, там грамм 500. Грамм синий. Багур, Мишаня! Багур в тряду. Третий раз подвожу уже. Ну, а ты говоришь. Давай, бабочки! Мишаня, первый лещ. Блин, как с удочкой-то. Зимним всё-таки фидером круче. Вот такой вот лещ. Это уже как бы товарный, можно даже сказать, сковородочный. Первый лещ. Десногорский. Давай. Ну, ладно, этого можно даже тёще выкинуть. Давай. Сижу в машине, заряжаю батарейки, смотрю материал, который сняли. Подводный. И хотел рассказать о пополнении в наших, в рядах наших пауэрбанков. Мы уже два года используем пауэрбанки Тупон. У нас в палатке сейчас стоит огромный. Там на 100 тысяч, по-моему, ампер часов. Также вот такой у меня есть пауэрбанк. Ему тоже два года. То есть он немножко потерял товарный вид, но до сих пор работает. Причём, ну, наверное, самый такой живущий в плане энергии. То есть отдаёт много электричества. Решает там гоупрошки наши и так далее. А также у нас появились несколько новых пауэрбанков. То есть это вот как Топ-Х100, только меньше. У него такие же порты, как в большом. То есть заряжает ноутбук. Без блока питания, просто напрямую подключаешь кабель к ноутбуку. Хватает ещё, не знаю, насколько, но буду пробовать. В нём также есть фонарик. Но поменьше, чем тот, соответственно, не так его напрягает возить с собой. Мишаня, рыба. Мишаня, рыба, рыба. О-о-о-о-о-о. О-о-о-о. Вот это вообще нормальный. Вот это... О-о-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о. О-о-о-о. Ё-о-о. Какой толстый рот. А-а-а-а-а. Лёщ. Лёщ. Хе-хе-хе-хе. Такой же, вот это вот размер, я понимаю Это лясь Килограммчик где-то Яйцо, я смотрю тут Это я его, этот, как там, насадку не принесли Будем даже поклевать, так подвинем чуть-чуть Прям в мотыли его закинули Тихо, тихо, тихо Мишень, идёт Мишень, на камере Сейчас, тихо Давай, 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 ну соси Мишень, клюёт, клюёт на то Есть, нормальная, нормальная Вообще хороший Отвалился, блин, вообще хороший был Фак Фрик, надо сильнее затягивать То ли не просёк, то ли фрикцион слабенько стояло Ну, короче, метр, наверное, со дна его поднял Час выжидал Ну, как бы мне кажется, что Одна из лучших насадок Вот именно для ловли ночью, ну, по крайней мере, летом Это когда ты ловишь на мотыля и насаживаешь его не за чёрную головку А именно за хвост Так он чуть дольше, мне кажется, живёт И плюсом ко всему, когда Сейчас покажу, насажу несколько штук Они в воде начинают, как бы Прям вот как шевелиться вот так вот Как будто Забираться в выл И тем самым, периодично Ну, мне так кажется, что лучше, как бы На клёв это Влияет Вот, смотрите, что получается Такой пучамба И он, соответственно, в воду, когда его пускаешь Они начинают, как бы, сгибаться С головы И такое, получается, движение очень интересное Я смотрел, как это в графине выглядит Может быть, надо просто показать это В графинчике в каком-нибудь, с водой или в сосуде Диаметр лески 0,14 Когда в купе с такой удочкой, с фрикционом Мне кажется, даже слишком толстовато Можно утончаться до 0,12 Ну, по крайней мере, вот лечь там кило Кило с небольшим Самый крупный сегодня Вообще без каких-либо проблем Запарковался Блин, там прям хорошо так держалось Мишень Ну, что, ждем следующую И время летит, конечно Думаешь, вроде скукота Скукота Вот ты вот сидишь-сидишь-сидишь Постоянно шевелит-шевелит И у тебя прямо вот думаешь Сейчас клюнь Сейчас клюнь Сейчас клюнь Сейчас клюнь Час прошел Два-три-пять-семь-десять Спадя охота Поспал Опять то же самое Короче, кто не пробовал Рекомендую А если еще попасть все-таки В клев Когда будет клевать Да еще крупная рыба Ну, вот надо попасть в этот клев Ну Ну Душная дача, да? Угу Все, садись, Мишень Вот она сейчас Так Сидел часа полтора Смотрел на эти шевеленки Что плюнуло И потом он ржас И загнул Есть Нормальный Вроде Блин, на ту клюнь А, или он задел за эту За вторую удочку Ну, не прямо такой Но приятный Да, ну Ладно Руками на сало поймал Бежать Смотри Густерину Сало с мотылем Прикол У нашего городка Не знаю То ли там Поклевка была на подъем То ли задела Ну, густерина Ночная Конечно, не товарный вид Какается Прикормкой Опарыши выходит Ну, как бы, да Опарыш это Все-таки Более излюбленная Насадка для густеры Может быть, зря мы закормились Опарышем Потому что густеры Прямо на точке Что днем было Неимоверное количество Что сейчас Ночью периодически Густерина Вылетает Такие солидные Под 100 Граммов Но Не очень товарная С двух до трех Были шевеленки А сейчас пошли Прямо Болтыхаются Поплавки Сейчас густерину поймали Сейчас На поклевку Похоже Как будто На подъем Было Опа По полу Был Нормально Ночной лещ не плывет Опять густера что ли И подлещик Не особо крупные Какая-то мелкая фигня пришла на точку На лещовую точку пришла густера Это вообще плохой знак Но в принципе Свой шарм В этой рыбалке есть Чаи пьешь Главное что интернет еще есть Когда не клюет Может что-нибудь посидеть В интернете поковыряться Посмотреть на ютубе Мишаня ролики помонтировали Пока не клюет Мишаня лещ Он пришел Фрикцион еле Он вообще не идет Хороший Это вообще прямо Претендует на Название Самого крупного Сегодняшнего леща В 4 часа утра Фу, сердце заколотилось Я забыл где фрикцион Как расслабляется Мишаня Стой Ааа Вот он Сикающий лещик Фууууууууууууу Сколько же я часов тебя ждал Старичок с большим уже том Мишаня Вот они Десногорские лещи А ты спать собрался, Мишаня? Да я уже спал Мишаня, ты смотри, какие красавцы здесь обитают Чистые, идеальные Десногорские лещи Поклевочка какая была По классике, конечно Ну, классика, конечно, на подъем Но классика на утопу леща тоже шикарная Солидный Классный размер Еще бы фоточку сделал Вообще бы цены быти не было Ну, здесь хвоста он уберет Что-то его разгибает А что судьбу этих лещей мы съедим Я, как говорят, там не ханжа Я люблю Жареных и копченых лещей Они пойдут на корм тещи На утку На сковородку моей матери Я думаю, что если будет Более крупный экземпляр То возьму себе еще и в коптилку Пару штучек Так что уходит он На улицу замораживаться Итого, время Пятый час ночи Или утра уже С 12 до 5 утра Считая, получается, мы поймали Из путных рыбин Три рыбы 500, где-то 700 Может быть 800 И килограмм Кило 100 Всего остальное С десяток мелочевки 18-19 часов И рыба не уходит с точек Она ходит Просто иногда клюет Иногда не клюет Иногда покрупнее приходит Иногда по мелочи Иногда стая густеры Иногда стая подлещика И вот редкие особи крупной рыбы Но она тут вся крутится Причем четко Вот я смотрел По Тому, как какают Подлещики и густера Густера опарышем Прямо четко Ну, вот эти Кожица выходит Которая не переваривается А у подлещиков Выходит мотыль То есть здесь Какой главный вывод И клюет Вся рыба крупная Поймана в лунке Которая кормленная мотылем Про опарышевую мы забыли Потому что там густера Постоянно сняты В червяковой Редко попадаются Подлещики и густерки А вот вся крупная рыба Да и большая часть Пойманной рыбы Клюет именно Вкормленным мотылем Блин, все в соплях Фак Это был точно лещ Поэтому вывод На оставшиеся Сутки Кормим только мотылем У нас осталась Одна баночка Снасти, здрасте То есть, ну, где-то Граммов 400 Может, 450 Есть Нормальный Вообще нормальный Хороший Еще за вторую ручку Зацепился Давай-давай-давай Товарный размерчик Такой хороший Поротый Режется Трикцион работает Давай сюда Где-то Где-то Покажи О, какое Хороший Золото Десногорска Все-все-все Все-все-все Все-все 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 Мишеня Мишеня Смотри, лещи Красивый Я снова Десногорский лещ Под 7 утра Одного Слил Одного Поймал Чисто В губу Говорит Что-то Там снег Пошел на улице Холодные Лещи Классные На вот Палатку В соплях Кстати, они зимой Не такие сопливые Может, это Здесь они Не такие сопливые Либо они зимой Не такие сопливые Но они какие-то Холодные И не сопливые Вот Ну, короче Оставайтесь на меня Не знаю, Мишень Как вы понимаете На этом мы не остановились И на следующий день Продолжили кормить А вот что из этого вышло Вы узнаете первыми Если прямо сейчас Подпишетесь на наш канал Ну, а в этот день Под утро Пришла В общем-то Полчища мелочевки Густеры Платвы под лещикой И я лег спать Ребятам Пора сегодня уже Уезжать домой А мы еще Останемся на одну ночь Говорят, чем больше ночей Проводишь на Десногорском водохранилище Тем больше шансов Поймать Больших лещей Ну, конечно Выражаем Сергею и Екатерину Огромное благодарность За то, что вытащили нас На эту рыбалку Я надеюсь, что Здоровые лещи Еще нас сегодня Подождут Ну, или придут хотя бы Так что Оставайтесь с нами